МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит. Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Двоих ищут, один госпитализирован. В Бабайортовском районе маломерное судно с тремя пассажирами опрокинулось в море. Подробности в начале выпуска. Было в реестре иноагентов, теперь и в базе разыскиваемых. Уголовное дело заведено на бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева. У одних в дефиците, у других стекают во дворы. В поселке Семендер чистая вода заливает дорогу и образует лужи. Наши корреспонденты попытались разобраться. Серебро со вкусом золота. Магомед Муртазалиев вернулся в Дагестан из румынского Бухареста. Об этом расскажем в спортивном блоке новостей. В Бабайортовском районе маломерное судно с тремя пассажирами опрокинулось в акватории Каспийского моря. Пробув в холодной воде более трех часов, двое мужчин пропали без вести. Еще один был подобран и доставлен на берег, проходящий лодкой, и в последующем госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По предварительной информации, утонувшие рыбаки поиск пропавших продолжается. Задействованы один из спасателей и четыре единицы техники. МВД России объявила в розыск бывшего депутата Госдумы Дагестана Магомеда Гаджиева, признанного иноагентом. Информация об этом появилась в базе данных ведомств. По какой статье Уголовного кодекса разыскивается политик, не уточняется. В реестр иноагентов он был включен в мае 2023 года. По данным Минюста, Гаджиев выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, заявлял о поддержке власти Украины с целью получения европейского паспорта. Новым председателем Верховного суда Дагестана назначен Федор Щукин. Соответствующий указ подписан президентом России. Ему 47 лет, уроженец Нижегородской области. С ноября 2020 года занимал должность заместителя главы областного суда. Владимир Путин также назначил и председателя Кировского районного суда Махачкалы. Должность занялась и от Магомедова. Жители улицы Бариат Мурадовой в поселке Семендер не могут дождаться решения их многолетней проблемы – замены ветхой водопроводной трубы на новую. Чистая вода здесь заливает дорогу и образует огромные лужи, которые не всегда можно обойти. Моя коллега Салия Магомедова пообщалась с жильцами и узнала все подробности ей слова. Эту картину жители улицы Бариат Мурадовой в поселке Семендер видят на протяжении вот уже 10 лет. Каждый день на поверхность дороги из ветхой трубы прорывается чистая вода. Из-за нее образуются грязь и лужи, которые не всегда можно обойти. Жильцы говорят, причина, по которой они живут в таких условиях, кроется в халатности ответственных структур при установке водопровода. Вот когда этот водоканал узкий труб перенесли сюда, нам отдельно водопровод сделали. Этот водопровод оказался пескоструем, почистили, старые трубы нам воткнули, как будто новые трубы. И вот это весь проблема у нас в этом трубе. И сегодня здесь забывают. Потом в другом вот так каждый раз приходят, чупик забывают, уходили. Сейчас даже этот чупик забывают, тоже не приходит водоканал. Люди рассказывают, с просьбой заменить трубу они обращались в различные инстанции. Махачкала водоканал, городскую мэрию и даже напрямую линию президента России. Все бесполезно. Они в отчаянии настолько, что готовы пойти на крайние меры. Люди сейчас возмущаются, хотели федеральную трассу закрыть. Мы более-менее такие, которые понимаем, молодежь, успокаиваем их, говорим. Давайте потерпим, давайте потерпим. Сколько лет можно терпеть? Теперь мы сами уже готовы вместе с ними выйти туда, чтобы нас услышали. До каких пор это может продолжаться? Ни один год, ни два, ни три. Уже несколько лет это продолжается. Куда еще нам обращаться? Путину писали. Ну, не доходят туда тоже. Ну, обратите внимание на этот вопрос. Неужели это трудно? Такое государство, такое время, космос летает, искусственный интеллект сейчас говорят. Что только нет в мире, да? Соседи согласны даже заплатить коммунальщикам за новую трубу. Они просят лишь установить ее, а еще закрыть раннюю вырытую яму, ставшая однажды причиной ДТП. Местные жители рассказывают, что эту яму Махачкала водоканал выкопал больше полугода назад. Однажды во время сильных дождей проезжавшая машина упала в нее. Водитель не понял, что перед ним была необычная лужа, а впадина, наполненная дождевой водой. В довесок к имеющейся проблеме во время сильных осадков, эта локация напоминает самую настоящую реку. А потому Новый год, новое обращение. И снова в региональный народный фронт. В 2023 году местные жители уже привлекали к своей ситуации общественное движение. Вот что из этого вышло. Жители очень возмущены. Конечно же, после их обращения мы обратились к главе города Махачкала с просьбой включить эту улицу, план дорожных работ на 2024 год. Но по последней информации, которую мы получили, на 2024 год тоже эту улицу не включили. В письме, которое мы получили, там указано, что они как бы не включили ее, потому что есть дороги более загруженные, более такие, которые автотранспортом. Но здесь этот вопрос не стоит. Здесь для начала хотя бы надо заменить трубы. Она, питьевая вода, вытекает и на дорогу, и под канализацию она идет, и даже омывает фундаменты домов. Чего это, она впоследствии даст серьезные проблемы. Мы вот разговаривали с жителями, но некоторые дома, они уже осадки дают, могут появиться трещины. Представители Народного фронта обещают снова обратиться в администрацию Махачкалы с проблемой, которую им озвучили жители улицы Бариат Мурадовой. Мы же надеемся, что после этой огласки ветхий водопровод все же будет заменен на новый. И что жителям Семендера не придется ждать этого еще несколько лет. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Развитие молочного скотоводства в Дагестане набирает обороты. Зам министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхасанов ознакомился накануне с работой сельхозпредприятия в селе Гуни Казбековского района. Здесь в настоящее время содержится 22 головы мелкого рогатого скота породы лакон и более 60 поместных с дагестанской горной породы овец. В среднем одна такая особь дает в день около 2,5 литра молока. Развитие молочного скотоводства одно из приоритетов для республики, учитывая, что из овечего молока можно делать и сыры, и в данном случае твердые сыры, которые пользуются сегодня популярностью. И этот бренд дагестанский овечий сыр у всех на слуху. Поместные овцы превосходят представителей местной породы также в живом весе. Масса таких 10-месячных ярок и баранчиков достигает 60 килограмм, что на 10-20 килограмм больше, чем даже у взрослых дагестанских овец. Я взял из трех-четырех хозяйств овцематки посмотреть, какая выйдет лучше. Да, и все наши овца дагестанская горная покрыты были с лаконом, все поместные ягнята пошли идеально. Ну, чем здесь превосходит нашу овцу, намного. Сейчас трехмесячные ягнята весит 26-27 килограммов у нас. Двухмесячные ягнята весит 18-20, 22 килограмма. Значит, идет еще, у меня 10-месячные поместные яркие, яркие будем говорить, на сегодня весит 62 килограмма 60. Так как у нас овцематка дагестанская горная, горной породы, весит 50-51, это элита. Ну, уже мы так же будем, бараны тоже, у них же поместные бараны. Я извиняюсь, это для сюжета будет много. Вы лучше расскажите о том, с какой целью вы взяли лакони и какие перспективы развития этого момента. Ну, я хочу, цель какая? На сегодняшний день сыр у нас дорогая, молоко овечье очень полезное, дорогое. Для этого я купил это все и дать работу для своих племянников, для своего брата. На сегодняшний день, да, она, вот мы уже два года занимаемся, да, она оправдала. Одна овца дает около 3-3,5 литра молока. На сегодняшний день, чистый лакон. Ну, посмотрим, где-то в июле, в августе месяце будет уже поместный ягод, мы посмотрим, как войдут поместные тоже. Вот реализация с сыром, допустим, какие? Реализация, сколько хочешь есть, прямо домой приходит спрос большой. И молоко просят овечье, и сыр просят. На этом у нас проблемы нет. Главное, чтобы была продукция. Гуманитарная помощь для сектора газа. К нам продолжают поступать кадры очередной благотворительной акции фонда «Инсан» для палестинцев. На этот раз в лагере беженцев горячей едой накормили 700 человек. Среди них преимущественно дети. Они выстроились в живую очередь с тазиками и тарелками. У обслуживающего персонала жилетки с флагами России фонда «Инсан» и Палестины. Тем самым они выражают свою признательность за помощь и отзывчивость жителям страны. Напомним, что представителем «Инсана» в секторе газа выступает волонтер, местный житель Весам Шаладан. Много лет книга «Покорная Богу» или «Послушная дьяволу», которую написала советник Муфтия Дагестана журналист Айна Гамзатова, вызывает живой интерес у читателя, независимо от пола и вероисповедания. На лучшее знание этой книги в Южном территориальном округе по инициативе полпреда Муфтията Хусейна Гаджиева прошел брейн-ринг между учителями шести средних школ. Готовились педагоги в короткие сроки, но, несмотря на это, продемонстрировали хорошие результаты. В городе Дагагни среди учителей нашего города прошел брейн-ринг по книге «Покорная Богу» или «Послушная дьяволу». Учителя с желанием откликнулись. Сейчас проходит второй этап в виде сканворда. Вот видим совещание у них проходит. Иншаллах, Рахман, сейчас потихоньку переходим к третьему этапу. После этого будут награждения и призы. Трудности в основном были связаны с работой, так как большая часть нас уделяется даже в доме уже своей работе. Мы уходим с работой домой. Честно говоря, и стыдно признать это, но я за два дня до мероприятия готовилась. Очень много пробелов. У меня уже здесь сижу и думаю, что-то я много забыла. От волнения, возможно. Но что-то всплывает все-таки. Хвала Всевышнему. Многие те, которые не просветлены в этом деле, это большая возможность что-то узнать. Как, например, в моем случае для меня это было. Себя я очень большую пользу извлекла из конкурса, так как много чего я не знала и пришла получить сюда полезный опыт. Огромное спасибо за проведение такого конкурса. Я думаю, что многое, что мы услышали, многое, что мы познали, это очень сильно раскрывает глаза на многое и очень интересно. Команды, занявшие второе и третье места, в конкурсе передали весь свой выигрыш в благотворительный фонд Инсан. Серебро со вкусом золота. Вице-чемпион Европы по греко-римской борьбе Магомед Муртазалиев вернулся в Дагестан из румынского Бухареста. На прошедших соревнованиях спортсмен стал вторым призером, но заставил говорить о себе весь континент. Тема продолжит Курбан Рагимов. Он вместе с самыми преданными болельщиками борца встречал его в аэропорту. Новоявленный вице-чемпион Европы принимает поздравления. Чествование в аэропорту уже становится для Магомеда Муртазалиева доброй традицией. Три месяца назад он вернулся домой с золотом молодежного первенства мира. И вот новый, теперь уже взрослый успех. К слову, о своем участии в турнире борец узнал лишь за несколько дней. Уже, можно сказать, я сумку домой собирал, о сборах сидел, и тренер позвонил, говорит, вот так, вот такое положение, и ты едешь. Вроде смог справиться, но я думаю, наоборот, я себя чувствовал посвободнее, полегче, и вес не гонял. Думаю, это тоже сказалось мою пользу. И наоборот, с холодной головой подошел, думаю, лучше даже настроился. В своих возможностях я не сомневался, но для многих это как, ну, сенсация такая, если честно. И да, в скорости я их опережал. Ну, и выносливость, потому что не гонял вес, я думаю, был уверен, ну, на все шесть минут пошел, боролся. В Бухаресте Магомед Муртазалиев боролся на категорию выше обычного. Он заменял партнера по команде. Несмотря на разницу в весе в 10 килограммов, у 22-летнего дебютанта желание победить было больше. В первый день воспитанник столичной школы «Спартак» произвел настоящий фурор, пробившись в финал. А в решающей схватке он дал бой олимпийскому чемпиону из Армении Артуру Алексаняну, уступив в итоге 3-6. Так как Артуру Алексаняну не дали визу, поставили туда, как бы, выступать Мухаммада. Ну, в принципе, он, мы его, даже когда вот на сборах с 97 килограммом он в парах стоит, в принципе, хорошо смотрелся всегда, ничем не уступал. Даже если 10 килограмм разница, я, как бы, его возможности знаю, он может 97 бороться. Ну, вот так, чтобы так, так уверенно, чтобы боролся, не думал я, но от него ожидали, что он покажет результат. В тройку войдет, как минимум, где-то вот так я думал. По словам специалистов, теперь тренерский штаб сборной всерьез будет рассматривать вопросы о переходе Муртазалиева в полутяжелый вес на постоянной основе. Что у него духа хватит, я всегда знал, что будет биться до конца. Ну, раз принял такое решение наш главный тренер Гоги Мурманович, значит, он в нем увидел изюминку, на что можно основываться, на чем это можно основываться. И с каждой схватки у меня больше и больше появилась уверенность, что он может до финала дойти. Ну, я знал, понимал, что с Александром будет очень тяжело. Это такой и опытный борец. Ну, и он тяжелый, килограмм на 10, это, конечно, очень тяжело. И надеялся, что за счет скорости выиграет. Ну, и он нас очень обрадовал, бился до конца. Медаль чемпионата Европы – отличное начало нового сезона. Останавливаться на достигнутом амбициозный Муртазалиев не намерен. В этом году у него еще много работы. На кону поездка на Олимпийские игры в Париж. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова